Всем привет, спартанцы! У микрофона Ромляри, это до прохождения God of War. Какой у нас God of War? Я хотел сказать какой-то номер, а потом помнил, что этой части ты не дали номер. Тип 4, да? Пусть будет тип. Типа 4, до прохождения типа 4 God of War. Так, мы хотели в Moskid Team, правильно? О, погнали. Такой свет странный. Прямо все так... Выглядят. Очень. Нездоровый. Ладно, Moskid Team, мы помним по нашему путешествию с воротами в Йотунхейм, что здесь все красное. И здесь много троллей. Ох, мне кажется, уже особо не стоило сюда идти. Ну, давайте посмотрим. Вдруг тут тоже много чего можно налутить, как и в случае с тем, что был до этого. Жар очень полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую. Их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по муспелю плевое дело. Ну, если только тебя не поджать. Ага, тут магия есть. Магия хорошо. Хотя я лично не то, чтобы серьезный поклонник, но будет интересно посмотреть. Ого, тут жарко. Но это что, снег? Пепел. Такое бывает от больших пожаров. Весь этот мир великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей. Крайности со временем умеряются. Огонь прогорает. Люди сидеют и стареют. Отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Ну, ясно, Мимир. Очень философский Мимир. Молодец. Ну, там вон... Ну, прям реально в такой... Мы в локацию, которая традиционно называется вулкан. Обычный. Это скорее ближе к тому Аиду, к которому мы привыкли в оригинальных Годофор. В греческих, так сказать, Годофор. Да, это больше похоже на Аид. Везде огонь и... Огонь и огонь и огонь. И ничего более. Ну, так. Ага. То есть, это реально огромный такой... Чуть ли не вулкан. Уж не знаю, гора ли это или просто горный массив. Ну, да. Похоже, здесь ничего особо-то и нет. Ну, вот, видимо, мы так походим-походим. Да, видимо, эти территории и эти локации не такие уж и большие. Но тут что-то должно быть, что сделает их особенными. Которые стоит нам возвращаться в дальнейшем будет. Но пока ничего я не вижу. Вообще ничего. Видимо, он сейчас что-то будет. Камера чутка одолилась, чтобы дать нам представление о массивности этой пещеры. Ну, я же говорил, что Брок. Брок, рада видеть. Ты даже нам вроде задание не хочешь знать. Есть ворота. Интересно, а между мирами можно путешествовать же, да, получается? То есть даже можно сюда попасть из Мидгарда без... Традиционно. Ага, круто. Это на самом деле круто. Это удобно. Еще один. Ого. Тут сказано суд. Огненный великан? О да, собственной персоной. Идет огненный меч. Легендарное оружие. Он сражается с Тором и Одином. Это прошлое или будущее? Хм, это с какой стороны посмотреть? Каждый святилищ хранит историю легендарного великана. Ну да, 6 из 11. Где-то еще 5 таких. Это все сородичи твоей мамки, кстати. И моей жены. Сказать кратус должен был бы, по идее. Древний военный великан из Муспельхейма. Суртер. Он выковал меч огня и сразился или еще сразится с Тором и Одином. Вот эта вот игра со временем меня немного напрягает. Такое ощущение, что Кратос реально что-то сделал, что изменило течение времени в этой мифологии. Потому что, типа, все, что должно было произойти, уже произошло. И почему-то, типа, видимо, время, которое должно было идти, которое по мифам, оно такое, типа, хоп, и ушло в никуда. И сейчас течет линия времени, которая подразумевает, что что-то будет по-другому. То есть, мне кажется, видимо, прикол в том, что Суртер реально сразится. Но он уже, типа, короче, змей это сын Локи, нашего сына. Соответственно, если он здесь, то он уже существует. Соответственно, он должен появиться и здесь, по идее. По идее. Как бы не ясно до конца, должен или нет, но по идее должен. Но это будущее. Соответственно, так же и тут. Суртер, по идее, может, тогда уже сражался. Но он еще раз, видимо, сразится в этой линии времени, в которой, как бы, этого еще не было. И я не знаю, как бы, а где великаны? Вот. Тут же несколько. Это же, по идее, наши многие союзники. Заметьте, что здесь, в принципе, не так уж их и много пока. Шесть, но их всего одиннадцать. Одиннадцать. Сейчас все устроим. Отлично. Так, тут нужно эхо туманов. Ну, в целом, броня-то хорошая, кстати. Ого. Какая. У меня сейчас какая броня, кстати? Не просто интересно, какого уровня у меня сейчас что? Пятый плюс, пять плюс, пять плюс. Не надо на шестерку, по идее, да, переходить? По идее, шестого уровня броня. Ну, заходите! Ага, уже седьмого есть, в принципе. Ну, это... Ага. Ну, это все пятого. Ну, вот шестого. Нагрудник. Две... Ох. В принципе, его можно сделать. Четвертый, четвертый. Во. Ну, вот это, кстати, хорошо. Но тут нужно эхо туманов. В принципе, у нас эхо туманов есть. Надо просто насобирать и вот это сделать. Вечно туманная Кираса и Вальди. Я думаю, что это сделать. Если вставим гнезда для чара, их тут три, как и у нас, то все минусы, которые сейчас показываются, они уйдут обратно в плюсы. И в целом семерка это отлично, потому что нам нужно сейчас прокачаться сразу до седьмого где-то примерно. Я так понимаю, последний Валькирий не ниже седьмого точно, а то и восьмого. Значит, соответственно, нам нужно прокачаться до седьмого восьмого уровня минимум в целом по броне. Это, опять же, я, наверное, буду делать за кадром, чтобы уже выйти и показать вам, что я там сделал. Потому что, ну, блин, это все очень долго на самом деле заставляй. И не так интересно для просмотра, как изучать тот же вот Муспельхейм в первый раз. Так, а что, все, что ли? А, нет, нет. А я уже думал... Слышишь голос? Снова эльф? Нет, не похоже. Доносится оттуда. Голос, прямо за поворотом. Ой. Это огромный меч. Он спрашивает, готовы ли мы к тренировке. Что с помощью нас взяли? Понятно, это тренировочное такое поле. Раз, слева! Продолжение следует... 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 Я вроде плачил, но ладно. Ага, точно, ну это испытание. Давай. Во. Так, один есть. Но остальные я не знаю как. Ага, я понял. Вылез еще один. Ну давай. Да что об вас. Нужно еще двоих таких, да? И еще одного, видимо. Ну что? Понятно, надо всех убить сразу. Надо всех троих убить сразу. Тебя стреляют сзади. ПО ТОЖАРТНЫЙ Jackson. ПО ТОЖЕ ANOTHER. Ну понятно, надо всех троих убить, сразу же. Но как это сделать, я что-то затрудненько. Это затрудненько. А, это еще не все, типа. Топ-топ-топ. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тут еще один меч Наверное это следующее испытание Ну да, в общем понятно Тут дофигища испытания Кто бы сомневался Ну я так Ну да, вот второе, третье, четвертое Пятое, видимо шестое Последнее, видимо, Валкирия Ну ладно Ладно, тогда пока сохранимся И продолжим уже в следующей части Благодарю вас всех за внимание У микрофона был Ром Валери И до скорых встреч В следующих частях до прохождения God of War